Итак, это анализ рынка. 16 июля 2021 года. Время 8.44. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в небольшом минусе, фьючерсы США и ЕС в небольшом плюсе, нефть вблизи нулевого значения, то есть без излишней волатильности. В принципе, коррекционное давление, оно ожидаемо, согласно нашему общему прогнозу, уже показывает к уровню поддержки 72 доллара за баррель. Ну а о нефти поговорим в этом видео, но чуть позже. Если что, смотрите тайм-коды. Можете по разделам в данном видеоролике пройтись. По рынку РФ сегодня съедут ожидать вообще дрейфа, откровенно говоря, но с отскоком к уровню 1615 пунктов. Это важная локальная, локальный уровень сопротивления. Но в моменте можем пробить и выше, но учитывая то, что сегодня пятница, откат нашего рынка, пусть даже пробоя уровень 1015 локального сопротивления, он откат неминуем будет. Потому что спекулянцию позиции уже сейчас будут раздавать. Но в частности, крыть шарты, поутру, да, во фьючерсер тест, а мы в ряде голубых фишек, да как выходные впереди. Этот фактор и спровоцирует, я полагаю, отскок нашего рынка, локальный. Перед началом данного видеоролика хотел бы презентовать телеграм-канал. Только идеи, инвестиции, трейдинг. На этом канале публикуют инвестиционные идеи от крупных западных аналитиков и инвестиционных домов, таких как JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America и другие авторитетные источники. Все идеи поданы в простой форме, с иной, потенциалом роста и тезисами причин к росту. Также ребята ведут статистику своих идей по рынку. Ссылочка на данный телеграм-канал будет в описании к данному видеоролику. Давайте перейдем теперь на индекс РТС. В принципе, наш с вами прогноз по коррекции от уровня 1700, он работоспособный. То есть все, перехай до 20-го года совершили. Вот этого докризисного уровня теперь пора и падать. В принципе, что и происходит. Основные важные уровни поддержек этого индекса будут на уровне как раз 1550, 1500 и 1450 пунктов по индексу РТС. Я, в принципе, все равно склонен считать и убежден в том, что наш рынок уж не ливанет никто ниже 1400. Это сейчас просто инфошум пошел со стороны многих участников рынка, инвестблогеров и прочих. Мол, пробивает 1400, это будет якобы 100%. Индекс РТС придет на 1000. Нет, такого не будет, потому что не надо ждать от нефти какого-то сильного обвала. Это максимально маловероятно. Соответственно, я все равно продолжаю ожидать коррекционного давления нашего рынка. Благо уже поддержку 1650 пробили, пошли вниз. На локальную поддержку уровня 1605 пунктов. Сейчас, сегодня, то есть мы отскочим на факторе закрытия шартов на текущую неделю. Ну, куда-нибудь на уровень 1115 вот на эту яма оранжевую, видите? Яма 50, если я не ошибаюсь. Вот, здесь поторгуемся, но общие коррекционные движения все равно еще актуальны. К слову, и многие нефтегазовые бумаги, которых я в этом видео рассмотрю, тоже приходят к универсально вкусным ценам. А это, на минуточку, голубые фишки, чьи дивиденды в 2022 году будут, ну, довольно неплохие. Соответственно, и капитализация этих компаний потом в средние сроки будет расти. Сейчас мы их рассмотрим. Далее нефт марки Brent. Картина тоже неплохая. Прогноз, опять же, отрабатывается. Коррекция от уровня 76-77. То есть, видите, к уровню 72. В принципе, до 72 еще чуть-чуть осталось дойти. Я не думаю, что сейчас нефтянку дадут ниже куда-то, сильно ниже 72, но и сильно выше 75 тоже никто не даст. Пока вот такой дриф у нас будет проходить между диапазоном. В диапазоне, то есть, 72-77, вот так. Дрифовать будет, 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 пока и все. Потому что впереди у нас будет заседание ОПЕК, там уже должны точно нефть поднять в добыче. И, соответственно, там уже всякие прибалутки от арабов просто так не пройдут. В стиле «хочу-не хочу». Добыча будет поднята, и это хорошо. Ценовая дивергенция у нас имеется. Вот. Поэтому, чтобы полностью отработать, необходимо индексу RSI прийти на зону перепродности. Но это как минимум к 72-м, в принципе, довольно актуально. Хотя в моменте могу допустить то, что нефтяночка может быть даже пониже, чтобы уж конкретно дивергенцию рыночную отработать. Куда-нибудь на поддержке, вот, локальный 71. Вот. Так вот тоже имеет место быть, на самом деле. Поэтому сейчас лонговать нефть, ну, я, честно говоря, смысла не вижу. Да и об этом тоже раньше предупреждал, что лонг нефти сейчас, он, ну, очень как-то своеобразен будет. Далее пара рубль-доллар. Здесь формация двойной дно имеется. Вынос, тест. Тест сейчас, смотрите, у нас в боковике идет 74-74-90. Просто сейчас у нас отсекся Газпром. Отсекаться будет еще несколько голубых фишек, в том числе сургут нефтегаз. И, соответственно, я полагаю, что в конце этого месяца мы увидим конвертацию валютную из рублей в доллары. И, как следствие, курс у нас рубля чуть снизится к уровню сопротивления. Ну, 76-77, вот этот диапазон, который я сейчас обвожу синим квадратом, прямоугольником, то есть. И, соответственно, здесь, если вы сейчас держите фьючерс на CI, то есть пара рубль-доллар, либо валюту в качестве хеджирования ваших позиций. Ну, на этом уровне можно будет рассмотреть на продажу, то есть зафиксировать прибыль с этого. Спекулятивную, да? Вот. У меня тоже валюта есть, но я вот дожусь с этих уровней и посмотрю, что дальше буду с ними делать. Потому что сейчас ждать, не знаю, доллар по 90, по 100, по 500, миллион, это чушь полная. Этого не будет, потому что многие армагеддончики сейчас на тему армагеддона популиствуют, да? Но этого не будет. Там доллар, не знаю, по 100, сейчас это, извините, подвиньте, как говорится. То, что он торгуется формацией треугольник, этот доллар, вот то, что мне потом еще писали некоторые, мол, типа, что, ждешь выше, что он будет? Господа, он может быть как выше, он может быть так и ниже. Напрямую все зависит от рынка нефти. Сейчас государство не даст вам рубль укреплять, укрепляться сильно, то есть ниже 70 вообще не даст. При нефти в почти 80 рубль-доллар был на уровне 71.60, и то ниже даже не дали при такой цене на нефть. То, что нефть потом будет у нас все равно при девальвации доллара под 90, под 100, а то даже и выше, это вполне резонно. Но дадут ли укрепляться рублю более активно даже при нефти в 100, это маловероятно, потому что государству нужны и так или иначе нефтегазовые доходы. Да, они сейчас делают акцент на то, что в 2022 году в российском бюджете будет условная дыра, там в 400 миллиардов рублей, что ли, не помню. Они делают ставку на то, что нефтегазовые доходы немного упадут. Значит, они думают, что нефть будет в диапазоне 60-65, но это опять же не факт, это все не факт. Абсолютно не факт. Поэтому, как ЦБ сидел на уровне 80-82, он так будет там сейчас сидеть дальше. Придется на сюда, условно, сразу интервенция с Центрального банка, сразу интервенция. Это не избежать. На меньшином графике, видите, цена отскочила от полос Боллинджера. То, что выше среди медианы полос Боллинджера, это у нас быки тут конкретно сидят пока в цене. Поэтому, если у вас валюта имеется, лучше пока ее придержать и... Вот. По крайней мере, до уровня 76-77. Дальше по ситуации посмотреть можно будет. Я уж, по крайней мере, свою валюту тоже держу, но держу ее для того, чтобы потом китаез подкупать китайские акции бумаг. Потому что за рубли... Вот, ну, тоже многие меня спрашивают, типа, за рубли есть ли смысл китайские бумаги подкупать? А тебе говорят, что нет. Потому что там объемов нету. Толк. Там объема, блин, миллион-два. Вы своим там одним миллионом можете так цену запампить. Потом к вам Эльвира Сахипзадовна в дверь постучится. Алло, здравствуйте. А это не вы запампили моему рублевую акцию? И все. Вы потом ничего не докажете, поверьте. Поэтому лучше китайские бумаги в долларах покупать и все. Там хоть объемы миллиардные проходят уже отлично. Далее, платина к уровню 1150 долларов за унцию цена пришла. Я уже обратную связь от наших читателей, подписчиков получил, кто на фьючерах заработал. Ну, вот, многие здесь покупали, согласно моему прогнозу. Ну, и здесь продавали. 7,5% на фьючерах. Учитывая то, что там еще плечо вшито. Это прибыль довольно неплохая. Вот, отвечая на вопрос. Держу ли я платину? Да, я платину продолжаю все равно держать. Я сам его на этих уровнях подкупал. Вот, видите, сопротивление тоже я выстрел, красную линию пробивая, которую цена пробивает, тестирует. И резко импульсом идет вверх, там, на 1280 и выше 1300 затем. Я сам тоже что-то подкупал, платину. Вот, и зжик. У меня цели сюда. 1350-1450. Вот, поэтому я держу со среднесрочными целями сюда. Ну, дальше посмотрим по ситуации. По поводу серебра, у нас пока имеется боковик внутри формации вымпел. Боковик это 25,70, дефис 26,30. Ну, здесь диапазон удерживает именно неспотовая цена. То есть, многие говорят, ну, то, что сейчас там нету шибко особого спроса на серебро. Это все чушь. Спрос на серебро был, есть и будет. И уж поверьте мне, сейчас дефицит этого физметалла в мире. Просто цена давится путем рынка деривативов. Потому что сейчас бумаг столько напечатано на серебро, именно электронных контрактов, что если все эти, условно говоря, контракты убрать, электронный серебро у нас в раз 25 переоценится. Не на 25%, а в 25 раз. То есть, 26 долларов, может, на 25. И получите справедливую цену на серебро. Ну, там плюс-минус, опять же. Вот, тупо эти электронные контракты, они сейчас цену и демпингуют. По большому счету, тут я знаю, американцы сидят вот здесь вот, на этом уровне, 28. Они там шарты свои открывать. Почему? Потому что я вам отвечаю в одном. Здесь идет реальный набор. Ну, опять же, да, электронные контракты, но в рамках базель 3 в Европе там вообще уже банки обязаны подбирать именно золото и серебро в качестве физических металлов. То есть, не электронных контрактов, а подкреплять свой баланс с физометаллами. Отлично, супер. И у нас все равно будет перспектива девальвации доллара. Это не сбежать. Я не говорю, что доллару хана. Нет, доллар был, есть и будет. Просто циклическая девальвация, она неизбежна. И напомню про данный показатель. Это серебро, деленное на денежную массу М2. Вот серебро начинает свое движение. Как оно было в нулевые годы в рамках сырьевого цикла. Вот то же самое и тут, по большому счету. Поэтому мои цели по серебру остаются выше. Это 55-60 даже, возможно, к 80 или к 100 еще цена придет. Вот. Я сам полностью тут держу именно физметаллы. Ну и не шевелюсь вообще. Да, вот то, что из боковика цена выйдет вверх. Я думаю, так оно и будет. Потому что конвергенция довольно весомая в цене. Просто кто-то настоятельно удерживает цену. И все. Цель 27-28 доллара за унца. Но это, опять же, локальная цель. Стратегическая цель. Это вообще на пробой этого долбанного вымпела и поход цены вверх. То есть сразу выше. По той же самой платине мы рост будем видеть. То есть не среднесрочно, а вообще долгосрочно. И по серебру то же самое. Поэтому вот вам идея, как вариант серебро, платина, металлы. То есть покупать можно хоть на ОМС, хоть физические металлы. Но индексные фонды ETF лучше, конечно, именовать стороной. Там у них в некоторых российских фондах ETF на серебро, у них там вообще пирамида конкретная. И пирамида никак не подкрепляется у них реальными металлами. То есть они там покупать ETF SLV, у которого якобы имеются на балансе слитки серебра. Хотя имеются ли эти слитки, вопрос остается открытым. Сказать на словах я тоже могу много чего. А вот доказать не каждый может. Вот такие жесткие вопросы. Далее уже к российским бумагам я предлагаю перейти. Вот Татнефть, которую я тоже раньше обозревал. Вот смотрите, здесь еще раз напомню, что идет отработка именно второго сценария. Не сценария, а второй... Ну короче, второй хрени. Голова и плечи, видите? Основание 390. Я, конечно, не знаю. Мне сейчас трудно сказать, если честно, дадут ли 390 или нет. Потому что в следующем году у компании будут реально неплохие дивиденды. И прибыль Татнефть она уже восстановилась, считайте. Вот приход на уровень 480. Он допустим вообще. Он реально допустим. И я думаю, что с нато придет. Вот. И Татнефть, Татнефть я все равно буду потом рассматривать. Ну, в случае прихода на 480. Ну и как вариант, потом можно будет лесенка постепенно подкупать ее на поддержку. Ну, то есть тем самым подбирать позицию. Для кого-то, конечно, падающие ножи. Так называемый. Да, это сленг такой довольно дебильный в рынке. Потому что многие инвест-гуруи у каждого раза произносят в стиле. Не надо ловить падающие ножи. Нужно дно искать. Но, извините меня, дно никто не найдет. Это А. Б. Эти гуру рынка, они на бычьем рынке гуру. На медвежьем рынке они не гуру. Но, опять же, повторяюсь. Наш рынок будет поддерживать именно дивидендную историю в следующем году. Это в Газпроме. Это в Татнефть. Это в Лукойле. Это в ряде других голубых фишек. Потому что в текущем году прибыль этих компаний неплохо выросла на факторе высокий цен на нефть. И я остаюсь все равно при своем мнении, что нефтянку мы и по 90-е постой еще увидим. Потому что многие не понимают одного, что это реально сырьевой цикл. То есть, чем выше будет нефть, тем больше прибыли компания будет получать. Дивиденды будут выше. И, соответственно, наш рынок будет потом переоцениваться. Поэтому я считаю, что это неплохая возможность потом Татнефть подкупить. Вот на этих уровнях. Первый 480, второй 460, условно. А вот уровни 430 и 390, я не знаю. Дадут или нет, мне сказать очень трудно. Без понятия. Но 480, цель пока сюда. Но дальше посмотрим по ситуации, так сказать. Я бы даже, может, в запас бы вообще бы старался с этого уровня подбирать. То есть, на равную долю от капитала. Под среднесрочную дистанцию времени. Потому что, видите, тут тоже, повторяюсь, голова и плечи имеется у нас формация. Вот. Ну, поглядим, как. 390, конечно, маловероятно, повторяюсь, как и 430. Но... Тут, видите, боковик у нас. 390, 620. Пока у него торгуется цена. Также имеется нехилый гэп на уровне 660. И он все равно будет рано или поздно закрыт. Нужен только железобетонный драйвер в цене. Что за драйвер? Правильно. Это дивиденды. И они все равно будут здесь. Сургутнефтегазпреф. У нее будет скоро дивоотсечка. И сценарий повторится вот такой. Я полагаю, как в 2019 году. Вот тут падение ценовое. Все-таки допустимо до уровня восходящей линии тренда. То есть, до уровня 37 рублей 60 копеек. То есть, после гэпа цену, я думаю, еще увильнуть вниз. Но все равно бумага оставалась, остается все равно интересной. То есть, в своем соотношении. И я вот напомню, что есть три бумаги в российском рынке, которые просто рынок минует стороной. Татнефть, Сургутнефтегаз и Башнефть. В одной Башнефти там вытряхают лонгистов сейчас. В Татнефти тоже вытряхают лонгистов. В Сургутнефтегазе сейчас будет дивгэп. И цену отправят в свободное пламя. Где опять же будут трясти лонгистов. По префам цель это 37-36. По обыкновенной акции это цель 32. Я, в принципе, по обычаях вам ранее говорил. То, что цель 32 внутри этого большого боковика. Вот к 32 придем. Ну, дальше посмотрим по ситуации. Потому что среднесрочную позицию, вот по этим бумагам, я считаю, резон есть реально наращивать. Тут, конечно, многие магедон сейчас, типа, банкроты, не банкроты. Господа, у нас в российском рынке огромное количество компаний, либо государственных, либо окологосударственных. Как их могут обанкротить? У меня вот в этом плане вопрос. Как? Их не обанкротит никак. Они были, есть и будут. Даже если компания, условно говоря, частная, ее национализируют. Да, котировки упадут. Но, блин, потом эти котировки восстановятся. Поверьте, все это локальное явление на самом деле. Это, вон, Башни, в пример, уже 16-й год. Она ранее была частная. Там под АФК-система находилась. Пришла Роснефть, по щелчку пальцев ее по себе забрала. И, что, котировки упали там, ну, насколько, на полгода, да, условно говоря. Потом, пшик, в следующие полгода они активно, бешено выросли. На факторе дивидендной политики. Все, вот то, шамбут в этих бумагах. Дивиденды все решат. Но по сургуте нефтегазу, конечно, дивидендов пока ждать не стоит. За следующий год слишком больших нет. Потому что, хотя, с другой стороны, нефть торгует сейчас на уровне выше 70. Прибыль компаний, нефтегазовая прибыль, она будет все равно восстанавливаться по сургуте нефтегазу. И, соответственно, там нет-нет, да, дивиденды будут выплачивать. Именно, именно, в первую очередь, на акции привилегированы. Что цену, в принципе, переоценивает рынок. Поэтому на префы я цену в том числе ставлю. Что касается китайцев, вип-шоп, момо. Ну, вот вип-шоп, видно, американцы пытаются продавить на сопротивление 20 долларов. Но, опять же, повторяю, что здесь клин уже все. Видите, пятиволновой клин уже пробит вбок. То есть формацией двойное дно. Двойное дно основания находится на уровне сопротивления 22.35. Тут также проходит, видите, плеяда... Ну, не плеяда, скользящая средняя. В принципе, здесь сейчас сужается канал по Лосболинджер. Я подумал, что тут будет выход вверх цены. Я вот сам в ланге сижу по вип-шопу. Ну, базовая цель примерно. Это вот первая цель. Это 22.35. Вторая 23.65. Ну, и третья, дай бог, 25.30. Вот на эту плеяду скользящих средних по дневному графику. Тут тоже конвергенции весомые. Что по МСД, что по РСА. С другой стороны, Центральный банк Китая тоже активные интервенции в рынок отпускает. То есть поддержит рынок ликвидностью. Поэтому... Ну, поэтому пока все карты на стороне Китая. К тому же пузырь уже давно. ЦБ, китайский СДУ. Соответственно, я пока вижу смысл ланги поддержать. Хотя, блин, я понимаю, что китайский рынок еще и выше будет. Но, черт возьми. У меня, как и у вас многих, тоже такая проблема. Когда рука дрогается, вечно попадаешь на кнопочку продать. Да? И потом пишешь количество лотов. И позиции в рынку продаются. Да, продаются прибыли. Но, блин, потом цена может еще выше вырасти. С другой стороны, будучи спекулянтом, переживать, я думаю, смысла нет. Вот. Хотя, все-таки, все равно. Вот вип-шоп, может быть, стоило бы даже выше уровня. Там 25-26 типа придержать. Ну, посмотрим по ситуации. Первая цель-то пусть к боковику она придет к этому сопротивлению 23-50. Дальше посмотрим, что будет по ситуации. По поводу компании МОМО. Здесь ситуация аналогична. Двойная вершинка отыграна. Сопротивление у нас первое. Это 15-80. Второе 17-50. Третье 19-70. Четвертое 21-30. Кстати говоря, я тоже заметил в последнее время, как многие инвестблогеры, да. Инвестбанки, инвестблогеры. Американские, европейские, российские. Это инвестбанки, да. Инвестблогеры. А, еще и азиатские. Инвестблогеры дали российские, американские. Заговорили про Китай. Че-то как-то... Нет. С одной стороны, конечно, это прикольно. То, что пампить они будут китайские бумаги. Массовую свои, да. Но с другой стороны, как-то напрягает. Ну, сентимент толпы тут интересно не сыграет негативной роли. Пока не знаю. Посмотрим. Вот. И, кстати говоря, по ММО, боковик тут 12.70. Дефис 21.00. Вот. Я вообще привержен с того, что верхняя цель ММО, это у нас 21.30 даже. Ну, вот. Я сам в позиции ММО сижу. Вот в этом диапазоне я сижу, нахожусь. Вот. Ну, подождем. Посмотрим. Поглядим. Мои цели выше, по-моему. По поводу других акций Китая. Это если только можно рассмотреть еще Бэйду. Вот. Но в Бэйду, смотрите, на недельном графике. Тут прям картина такая, знаете, немножко ссучная. Почему так? Потому что, видите, поддержка уровня 180 долларов за акцию, она зеркалирована. То есть, видите, она ранее была сопротивлением, 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 поддержкой, сопротивлением, сопротивлением и сопротивлением. Просто если уж пробьет вдруг цена 180 вниз, блин, закрепиться выше 180 будет реально сложно. Пробивает шипами, хрен с ним. Пробивает свечой, это труба. Это все. Это можете, я не знаю, заказывать. Место на кладбище и закупать золотой гроб. Потому что потом цена, она не сразу будет прибавить этот уровень сопротивления 180. Это, конечно, труба полная. Потому что вот такие сам формации я лично отрабатывал за последние годы в рынке. И прекрасно понимаю, что черт возьми. Это, знаете, как вот здесь получится. Видите, вот пробой, да? Проторговка, тест. И потом пшшшш. Сракета. Да, вот не ракета, а сракета. То есть, падение цены вниз. И вот так сракетировать, как Ричард Брэнсон, который вылетал из околоземной орбиты пару дней назад. Вот так сракетировать, честно говоря, что-то как-то не хочется. Поэтому я с Байду, ну, любовью заниматься не хочу я с этой акцией. Поэтому я уж лучше пройду ее стороной. И вам, господа, кто тут из-за позиции сидит, вот вам этот уровень 180 прям, я не знаю, либо стопы вы расставляете где-нибудь тут на уровне 170, да? Гот плея, да сказать, проход где-то является среднесрочным уровнем поддержки. Либо вообще, наверное, здесь пока не стоит. То есть ли випшоп ММО, в принципе, безопасно? Эти акции на своих среднесрочных минимумах находятся? То в Байду лезть, ну, как-то реально очково. Что касается акций Мечел и Распадская, здесь тоже вопросы поступают. Я по ним выводил теханализ еще от 5 июля до 21 года в 1551. Когда Распадскую рынок хрен знает на чем запампил, я не знаю, на чем рынок ее гнал вверх, вот на этом диапазоне 5 июля. Но я предпосылку вел к тому, что Распадская это лишь предвестник того, что будет расти Мечел. Как Прев, вот видите здесь, да, так и Обычка. Поэтому, ну, кто в позиции, во-первых, поздравляю с прибылью, как у вас получилось на плате не заработать, да. Во-вторых, лучше, ну, вот смотрите, по Распадской у вас сопротивление будет 264-265, да. По Мечелу Прев у вас будет сопротивление, ну, на уровне, какой у нас там уровень? Уровень 130 рублей за акцию. Вот по обыкновенному Мечелу, вот тоже у нас тут Рос показывает сейчас цена. Вот видите, за Распадская цена пошла. По обыкновенному Мечелу у вас сопротивление будет 85 рублей, 61 копейка. Вот здесь, конечно, вообще надо быть крайне аккуратным. Потому что пока потенциал роста этой бумаги, именно Мечел, он ограничен. Тут просто сентимент немного дырявый, и, соответственно, сразу эта бумага расти не будет. Там по щучьему велению, по угольному хотению. В остальном же картина, в принципе, прежняя. Я сам в среднесрочной позиции держу. Это серебро, платина, держу позу по вип-шоп, МОМО, рассматриваю Сургутнефтегаз, Прев, Татнефть, акции обыкновенные. Потому что к очень вкусным уровням сна приходит. Вот. Какие-либо лишние телодовижения сейчас я по рынку не совершаю. Потому что, честно говоря, я не хочу их совершать. Уже хочется, знаете, как немножко отдохнуть от всего этого. Кипиша, ажиотажа уж. Потому что последний год он выдался какой-то слишком бешеный. Вот. И, соответственно, просто держу позиции. Кто заработал на платине, респект и уважение. Поздравляю вас с этой прибылью. На Мечели Распадска тоже поздравляю. Кто пока еще ничего не заработал за последние идеи, которые я в рынок преподношу. Ну, подождите пока. Рынок еще даст заработать. В остальном же все равно пока ставочку я делаю частично на китайский рынок. Там вот идеи есть. И по российскому рынку тоже наконец-таки идеи появляются. Ну, опять же, коррекция, в принципе, она ожидаемая по нашему рынку. То есть, по среднесрочному переходу. Но, повторяюсь. По российскому рынку, вот, еще раз скажу. Напомню, Армагеддон Армагеддоном. В стиле РТС по 1000, РТС по 500. Но этого, я уверен, не будет. То есть, по 1000. 1400, дай бог бы, до него бы дойти этого уровня. И то это опять под вопросом. Потому что ниже находится текущего уровня. Слишком мощные поддержки. Понимаете? А учитывая то, что нефть, она находится в бычьем цикле. И, соответственно, ну, это не какой-то суперцикл. Блин, это чушь полная. Это не суперцикл. Это просто девальвация доллара и действия со стороны ОПЕК. Я все равно свят привержен от того, что девальвация доллара, она неизбежна. Именно фиатного доллара. Вот, потому что сейчас многие банки американские, именно олигополис этого рынка, они сейчас проворачивают, ну, скажем так, действие в адрес цифрового доллара. И он очень скоро появится. И мы видим мощную перестройку всего банковского сектора, американского. И, соответственно, они будут вынуждены именно доллар фиатный девальвировать, чтобы создать, ну, адекватный образ цифровой валюте. Вот, соответственно, это эпохальное событие и это событие циклическое. То есть, девальвация доллара, она в любом случае произойдет. И мы потом увидим рост трожерей американских доходностей. Опять услышим эти инфляционные разговоры. Ай, про инфляцию. Опять Центральный банк США нас обманывал. Ой, пацаны, побежали все в металлы, побежали все в сырьевые компании. Мы это все услышим. Люди, подождите чуть-чуть. Мы это все услышим. Потом насчет уже большая ротации именно капитала в сырьевые компании. Вот. Потом, конечно, лучше технологические компании, если вы вдруг сидите в американских техах, лучше потом вообще продавать и не входить. В ближайшие лет, может быть, пять. Всю ставку лучше потом делать на сырьевые бумаги. И потому что в такой ситуации, когда опять эти в скукореки пойдут со стороны широкого рынка, тоже сейчас ведь рынок разбился на два лагеря. Кто верит в ФРС, да, и кто не верит. Кто верит, они покупают доллар, они покупают трожеря американские, да. На чем мы сейчас видим снижение доходности. То есть там и ФРС тоже шароманит, да, вот, покупает трожеря и прочее. Вот. А другие адекватные люди, они понимают, что инфляция это трендовое все в рамках стагнирующей экономики. Стагфляция мировая идет. Соответственно, они сейчас покупают серебро, платину, нефтегазовые бумаги определенные. Потому что они понимают, прекрасно, что скоро начнется новый виток этих возгласов. Опять инфляционных. Тогда и будем трожеря в доходностях у нас. Расти, курсовать, сна будет трожерей падать. И новую ротацию, но уже стратегическую ротацию именно по рынку сырьевому мы увидим. Поэтому вот я сейчас все равно, я российский рынок из обозрения не упускаю. Потому что прекрасно понимаю, что при такой широкой ротации медь в золоте, макро показатели будут пробивать верхнюю грань своего боковика. То есть сопротивление. И когда она его пробьет, начнется массовый приток денег на развивающиеся рынки. Российский в том числе. То есть арабский, российский, латиноамериканский и прочее. Потому что это неизбежный циклический процесс. И просто некоторые тоже мне в комментариях пишут, мол, типа, ты сейчас говоришь одно, будешь потом говорить другое. Люди, я говорю уже последние два года одно и то же. Развивающиеся рынки, развивающиеся рынки, развивающиеся рынки. Ротация, ротация, ротация. Нефть, нефть, нефть. Одно и то же говорю, по сути. Я вот сейчас только отрабатываю локальные идеи и все, по этим техам. Мне вообще на технологический сектор глубоко насрать, откровенно говоря. Поэтому сырьевые компании, да, очень неплохо. Я еще раз говорю, девальвация доллара, она будет неминуема. Верите вы в это или нет, ну, решать уже, наверное, вам. Я свою ставку уже сделаю, я свою ставку буду продолжать делать. Как на российский рынок, ну, возможно, потом возьмем в обозрение американский, именно нефтегазовый, там, сырьевой. Китайский не получится, потому что там на футе Рассел делистинг довольно вероятен, этих бумаг китайских. Хотя, если бы не было угроз делистинга, я бы и китайский взял, там, особенно Петрочайную, как вариант. Но, увы, там не получится взять ее. Ну, а может, и к счастью, посмотрим, что дальше будет. В принципе, на этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте это наши Инстаграм-Телеграм-каналы. Это канал про рынок акций. Сразу вам говорю, на него подписывайтесь, включайте оповещения, читайте, слушайте. И там выходят торговые идеи, технический анализ. То есть, все, на чем можно заработать. Мнение, аналитика, обозрение и прочее. Я даже сейчас специально сам посытам постю, чтобы лишний раз вас от работы не отрывать оповещалками. И постю я их с интервалом. За один час выходит примерно 3 по 100, не более. Раньше намного больше выходило. Телеграм-канал про сырьевого рынка. Тоже на него подписывайтесь. Здесь выходят технические анализы, торговые идеи про сырьевого рынка. То есть, нефть, газ, металлургия, платина, серебро, золото, палладин. На чем можно заработать? Фьючерсы. Либо ОМС, обезличенный металлический счет. На этом все можно бабки делать. И просто сюда тоже подписываться. Оповещение включайте. И вчитывайтесь. Там аналитика, обозрение. То есть, тут выходит вся инфа, на чем можно реально бабки поднять. Не бла-бла-бла, да? В стиле если-если. А вот точечная идея. Вот на этом можно заработать. Платина, палладии. Вам тому пример. Там серебро и еще что-то. Нефть та же самая. Кто шартил, там молодец. Телеграм-канал про облигации. Тоже что-то оповещение врубайте. Потому что у нас выходит фундаментальный обзор облигаций для консервативных инвесторов. Мнение, аналитика, обозрение, отчеты и прочее, что связано с облигационным рынком. Ну и телеграм-канал про банковский сектор. Тоже на него подписывайтесь. И будьте в курсе всех событий. Также у нас имеется инстаграм-канал и вконтакт-группа. Тоже на эти ресурсы подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Эти ресурсы, четвертый, пятый пункт, инстаграм и вконтакт, они ретранслируют информацию, которую я постю на телеграм-каналах вот этих. В общем, оповещение врубайте и зарабатывайте, развивайтесь вообще все на халяву, бесплатно, без смс, без прочего. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотные стратегии наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания.